Хорошо, сегодняшняя наша лекция открытая посвящена знакомству с такой системой, как знакомство со скалой. Мы с вами... Она ориентирована на людей, которые не знают скалу, ну или которые знают ее очень слабо. То есть для тех людей, которые, собственно, и собираются пойти на данный курс. Итак, давайте с нами познакомимся. Меня зовут Семен. У меня порядка 13, может быть, больше лет в программировании. В основном это скала. Была раньше Java, до этого был C-Sharp. В основном я всегда специализировался на разработке веб-приложений. Я все-таки выключу эту видеокамеру, прошу прощения, потому что совсем плохое видео. В основном я специализировался всегда на разработке веб-приложений. Это была банковская сфера, продажи, ERP, Life Science, включая обработку данных и многое другое. Но у всех этих областей были всегда общие некоторые нюансы. Также я лектор на курсах по Java и Scala, не только в Otus. Также я участвую в некоторых проектах с исходным кодом. На данный момент в самом ЗИО. Расскажите, пожалуйста, о себе. Какой у вас новый язык программирования и сколько примерно лет? Я подожду ответов, потому что у меня, к сожалению, и вопросы я с задержкой вижу, и ответы, соответственно, тоже. Хорошо, тогда пока вы отвечаете, опишем правила этого и всех остальных вебинаров. Все вебинары рассчитаны на активное участие всех участников. Прошу прощения за тавтологию. Они рассчитаны на активное участие. То есть задаем вопросы в чате, отвечаем в чате. О, Rust. Соответственно, голосом не получится, потому что это открытая лекция, так что нету, соответственно, зума у вас. Ну и, соответственно, как вы уже заметили, у нас существует некоторая задержка. Итак, что у нас есть? Java полтора года. Это замечательно, потому что это, собственно говоря, одна из новых направлений целевых. Rust, я очень рад вас видеть. У меня многие вещи, то есть некоторые вещи в скале всегда сравниваются, я считаю, наиболее логичным сравнивать с Rust. Поэтому будет на кого акцентировать. Может быть, вы сможете мне помочь даже с некоторыми нюансами. Да, сегодня. PHP 10 лет. Ну что ж, солидный стаж. Spark 3 года на скале. Но я подозреваю, что с базовой скалой вы знакомы. Да, сколько лет, не сколько вам лет, а, Саша, прощение, а сколько лет. Да, 32 года неплохой опыт. Java, JavaScript Kotlin 12 лет. Python. Да, ну мало ли. Хорошо. А, да, Вячеслав Лапин. Так. C++, C Sharp, Ruby 12 лет. Очень солидно. Тут есть люди, которых... Да, очень много опыта. Ну, чем больше у вас опыта, тем проще вам будет получить еще один язык. Итак, какие цели у нас сегодня? Во-первых, мы хотим с вами узнать, что же такое скала. Во-вторых, где она применима и нужна ли она вам. И получить некоторое ориентирование в этой системе и в том, как вы можете начать работать с скалой. Какой план на сегодня? Вначале мы рассмотрим скалу как некоторую... Ну, вначале мы познакомимся с скалой в общем. Потом мы рассмотрим скалу как некоторую бета-джаву. Потом мы поймем, что... Обсудим, что такое скалу-вей. Немножко остановимся на функциональном программировании и подведем некоторые итоги. Итож. Начнем. скала. Что такое скала? Ну, во-первых, кроме всего прочего, скала – это объектно ориентированный язык программирования. В частности, поддерживается Java style или C++ style OOP, который у нас имеется. Интерфейсы, классы, наследования. Все как в той же Java. Единичное расследование по классам, множественное расследование по интерфейсам. Дженерики имеются. Вместе с ковариантностью и контравариантностью, которые нет в Java, но есть в некоторых других языках. Насколько я помню, в C Sharp оно так и появилось. Начиная с пятой версии у меня поправить, я надеюсь, специалисты по C Sharp. Но, соответственно, есть единственный ли это вариант OOP? Потому что есть, вот, например, у нас присутствуют люди, знакомые с Rust. И Rust в некотором понимании OOP язык. Но при этом Rust не имеет интерфейсов. Он, в принципе, не имеет наследования. Но при этом имеется некоторый другой подход. То есть в Rust он называется трейтами, в Scala он называется тайп-классами. Это некоторый другой подход к OOP. Который дает вам, который устраняет вам некоторые недостатки того подхода, который есть в Java и C++. А именно, подход, который имеется в Java с интерфейсами, их наследованием интерфейсов, реализацией интерфейсов, он нарушает, ну, в некотором смысле он нарушает Single Responsibility принцип. А также он нарушает Open Cost принцип. В чем именно нарушение Single Responsibility принципа? Нарушение в том, что, когда вы описываете некоторый класс, и вы, допустим, хотите сделать типизированно, указать, что этот, что, и хотите, допустим, в ходном месте приложения, вы хотите указать, что здесь можно принимать только экземпляры классов, которые можно сервизовать в JSON, допустим. Ну, а что вы будете в таком случае делать? Если вы сделаете интерфейс JSON-able, то это не совсем то, что вы хотите. Почему? Потому что тогда, ну, точнее, как это делается, более того, примерно это только, естественно, не через интерфейс, через нонтации делается в той же Java постоянно. Но поэтому мы нарушаем Single Responsibility принцип, потому что ваш класс начинает знать много лишнего о таких вещах, о которых он знать не должен. По идее, это должен быть класс модели, допустим, а он начинает знать о том, что вообще существует такая вещь, как JSON, и существует сервизация туда. Также есть проблема с OpenClose принципом. Проблема заключается в том, что если вам приходят экземпляры существующего класса, вам приходят откуда-то, вместо которого вы не можете контролировать, то вы, соответственно, не можете расширить эти классы, потому что вам уже приходят готовые экземпляры. При этом подход с Type-классами устраняет обе проблемы. Во-первых, у вас выполняется Single Responsibility принцип, потому что вы выносите дополнительную функциональность из самого класса, или в случае с растем, структуры наружу относительно нее. И, во-вторых, вы можете реализовывать дополнительную функциональность до класса, не модифицируя сам класс. То есть вы можете, соответственно, реализовывать дополнительную функциональность для существующих экземпляров. Для людей, которые знакомы с JavaScript, может быть знакомо такое понятие, как monkey-патчинг. Но monkey-патчинг имеет некоторый набор проблем, поэтому, на самом деле, вариант со скалы гораздо более безопасен. Те, кто знает Kotlin, вас, тем не удивить. Те, кто знает C-Sharp, это, соответственно, extension методы, аналог. Но некоторые несколько более мощные. Хорошо. Мы рассмотрели два варианта OOP. Но, возможно, многие из вас знают эту цитату Алана Кея, что я изобрел термин объектно-ориентированный, я абсолютно точно не имел в виду C++. Что бы эта цитата могла значить? Прошу прощения, давайте сначала на это, а потом прокомментирую то, что вы пишете. Итак, что бы эта цитата могла значить? На самом деле, что это значит, мы подробно разберем в лекции про акторы. Но сейчас я остановлюсь только на том, что реализация, которую мы все называем OOP, пришедшая нам C++, она не является, она некоторым образом связана с тем, что описывал Алан Кей, но она является лишь частной реализацией, причем очень неточной реализацией исходного понятия OOP. Да, мы все привыкли называть теперь это OOP, но у исходного понятия OOP был свой набор плюсов, как свой набор минусов. Соответственно, этот набор плюсов также реализуется в скале, при помощи, ну, исходного скале реализовалось напрямую в языке, в санатной библиотеке, но теперь это вынесено в отдельной библиотеке, и, естественно, при помощи библиотеки Ак Акторс вы можете использовать то, что называлось объектно-ориентированным исходно, то есть Алан Кей. Хорошо. Поступили вопросы? Вероятно, Алан Кейс в глаз того, что наворотили все плюс-плюс, но, к сожалению, то, что наворотили все плюс-плюс, то мы сейчас и называем объектно-ориентированным программированием обычно, хотя с исходным термином это расходится. Тут же также поступил комментарий, что когда говорят о тейп-классах, ссылаются на Haskell, и что они оттуда пришли в скалы. Ну, в каком-то мере они пришли оттуда, хотя на самом деле Haskell — это не единственный язык, как я уже сказал, есть тот же раз, хотя раз, конечно, появился сильно позже, чем скалы. Но, да, и просто у нас есть люди, которые указали знакомство с Rust, и не одного человека, который указал знакомство с Haskell. Поэтому я также не упоминаю, например, откуда пришли акторы, потому что никто не указал знакомство с данными языками. Хотя, да, конечно, замечание совершенно правильное. В смысле, в библиотеке скала многое переняла из Haskell. Также были библиотеки. Хотя, к сожалению, прямое копирование Haskell в скалу показало свою нежизнеспособность. И теперь уже скала переросла в то время, когда библиотеки на скале, такие, как скала Z, напрямую копировали Haskell, и те же самые библиотеки, более развившись, такие, как, например, Zio, уже привносят свои подходы. Ну или, например, хотя бы если взять тот же Cats, точнее, Catscore, то она хоть и близка в некотором отношении к Haskell, но уже отходит от прямого копирования и берет то, что удобно использовать напрямую скалу. Откуда пришли к Haskell? Акторы. Ой, я постоянно забываю название этого языка в телекоме. Вот у нас есть Вячеслав Лапин в чате, я вот прошу его ответить. Откуда пришли акторы? Да, Сэрланга, вот правильно. Александр Федоров. Сэрланга. Совершенно правильно. Да, я постоянно забываю название этого языка. Используется в телекоме. Да. Да, они не типизированы, пришли из Ирланга. Ну ладно, мы не будем сейчас останавливаться на том, что из-за того, что языки пришли, акторы исходные из Ирланга, в Скале довольно долго были не типизированы акторы. И вот сейчас, где-то с полгода назад, может быть, чуть дольше, может быть, чуть больше, Скала уже избавилась от этого наследования. Ну, в смысле, Акка уже избавилась от этого наследия Ирланга. И теперь у нас есть типизированный актор и все в идеологии Скала. Хорошо. Далее. Скала честно интегрирована с Java. Я много раз буду отсылаться на интеграцию с Java, и на самом деле это очень важно, потому что сейчас Java вполне возможно является наиболее, точнее, JVM, является наиболее популярной платформой для разработки некоторых классов приложений. И, возможно, наиболее популярной платформой для, в принципе, для бэкэнд-приложений. И это связано далеко не только с... То есть, в основном, не с красотой и удобством языка, а с экосистемой. И экосистему с Java ни в коем случае нельзя выкидывать, потому что это крайне полезная экосистема. Наверное, нигде ни один другой язык программирования, ни одна другая экосистема не может похвастаться таким же обилием библиотек, как джавовский Malen Central, где у вас фактически есть библиотеки, наверное, все случаи жизни. Главное их найти. Итак, поэтому Scala тесно отриграется с Java. В каком виде она тесно отриграется с Java? Ну, во-первых, все, что может быть использовано в Java, может быть использовано и в Scala. Не всегда это удобно, ну, точнее, это обычно настолько же удобно, насколько это удобно в Java. Но, как оказывается, многие Scala-программисты, то, что удобно для Java, не считают удобно для себя. Поэтому некоторые вещи использовать не принято, но ровно потому, что они оказываются недостаточно хороши для Scala-программистов. Там появление. Иногда встречается утверждение, что Scala полностью двусторонне совместима с Java. Или, например, что встречается мнение, что Kotlin двусторонне совместим с Java. И это неправда, к сожалению. Потому что и Scala, и Kotlin имеют набор фич, которые не поддерживаются Java, и которые из Java, соответственно, невозможно использовать. Но, опять-таки, Scala можно писать так, причем с небольшим довольно-таки трудом, просто ограничив некоторым образом набор используемых фич в API, так, чтобы можно было удобно использовать из Java. из Java. Частный пример это библиотека ACA. В данном случае ACA ActorsType, то есть те самые типизированные акторы, которые я вам упоминал. Есть два DSL. Соответственно, Scala имеет очень мощный, очень удобный функционал для разработки DSL. Но этот функционал соответственно не поддерживается Java, поэтому нужно писать разные DSL. Если вы хотите задействовать всю мощь Scala DSL, и при этом вы хотите, чтобы вашу библиотеку можно было использовать из Java, то вам нужно написать два DSL для Scala и для Java. Соответственно, здесь так и написано. Если вы подкроете исходный код ACA, там все написано на Scala, но при этом есть два отдельных пакета, Scala DSL и Java DSL, оба написаны на Scala, но в одном из них, в Java DSL не используются фичи Scala, используется и написан такой API, который удобно использовать в Java. К сожалению, если у вас есть какая-то дополнительная мощность, ее вы не сможете перенести в языки, где ее нет. Хорошо, дальше. Теперь, Scala это язык с... Вообще, является ли Scala языком с поддержкой функциональной программирования? У меня к вам просьба, давайте сейчас устроим даже целых два вопроса. Первое, напишите, пожалуйста, языки с функциональным программированием. Вот вы считаете, какие языки и поддерживаете стадию примера. Haskell можете не писать. Haskell мы согласимся сразу, что Haskell это язык с функциональным программированием. А какие еще языки с функциональным программированием вы можете писать? Lisp тут написал. Lisp Perlank кожа Ну хорошо, я надеюсь, я сейчас, наверное, получу уже список ответов, когда перейдем на следующий слайд. Хорошо. У нас есть некоторые... Ну, так. Elixir, Okamu, Scala, Elm. Вот. Наверное, на JavaScript можно писать в функциональном FP стиле отчасти Rust. И на самом деле в каком-то мере это правда, но это правда для какого-то определения. И чтобы понять, является ли какой-то язык языком функционального программирования, нужно понять, что такое функциональное программирование. И, значит, основной вопрос сейчас такой. Напишите, пожалуйста, в чат ваш вариант ответа, что такое функциональное программирование. Если по вашему функциональное программирование это программирование с использованием функций, напишите 1. Если функциональное программирование это программирование с использованием функций высших порядков, напишите 2. Если ни одно из определений выше не подходит, пишите 0. Если вы считаете, что функциональный пример, это просто, напишите, пожалуйста, в чате определение монады. Но моноид на категории эндофункторов не пишите, пожалуйста, это не подходит. Так, отлично. Итак, у нас есть несколько ответов. Несколько нулей, ну или троек. Да, в прошлый раз мне написали определение монады даже кто-то. К сожалению, сейчас на определение монады никто не пишет. Но замечательно. Есть сомнения, что можно определить чистую функцию. На самом деле, некоторый смысл в этом есть, но, к сожалению, на мой взгляд, очень большую проблему с определением функционального программирования и с пониманием, что такое функциональное программирование вносит маркетинг. Маркетинг языков программирования. Потому что каждый из... Сейчас, когда функциональное программирование типа это модно, и каждый язык программирования пытается примазаться. И если мы определяем функциональное программирование как в определении 1 или даже в определении 2, что такое функция высших порядков? Это функция, которая принимает и возвращает функцию? Ну, простите, возьмем тот же самый C-sharp. Мы вполне можем написать функцию, которая принимает или возвращает функцию. Не проблема. Возьмем тот же самый, ту же самую Java до восьмой. С восьмой это черт бы с ней. Там уже функция появилась, это даже синтекс до лябры. Но возьмем до восьмой. Определяем интерфейс функция, generic интерфейс. И, пожалуйста, он может... Это тут же можно писать функции высших порядков. То есть функции, принимающие и возвращающие функции. В чем проблема? Дело в том, что первые два определения, они в некотором смысле вырождены. Потому что на любом языке программирования вы можете писать с использованием паттерна функции. Потому что паттерн функции описан еще в книге «Банда четырех». Соответственно, функции высших порядков, опять-таки, они ничем от функций в этом отношении не отличаются. Поэтому, если мы хотим удариться в маркетинг и сказать, что да, этот язык с поддержкой функционального программирования, то первые два определения подходят идеально. Да, вот, собственно. Уточняется, что паттерн команд это еще один из гофовских паттернов. Да, именно так? Ну, соответственно, если у нас мы делаем первые два определения, то они оказываются вырождены. То есть в некотором смысле эти определения бесполезны. Да, мы можем говорить о том, насколько удобно использовать функции и функции высших порядков. в языке с точки зрения синтаксиса. И тогда ник, это Java 8, но тогда Java 8 и C Sharp становятся языками с поддержкой функционального программирования. Что, в принципе, завершает вообще-то все языки. Если ни одно определение высших не подходит, с точки зрения апологетов языка программирования Haskell ни одно из определений выше не подходит. И, опять же, с их же точки зрения почти не существует языков программирования, кроме Haskell и очень близких аналогов, которые были бы языками с поддержкой социальной программирования. И в некотором смысле это правда. Потому что есть другое определение функционального программирования. Мы с вами на этом, конечно, остановимся в третьей части курса. Но если коротко, то функциональное программирование это не программирование без сайд-эффектов, чтобы было написано. Это не программирование при помощи чистых функций. Нет, это функциональное программирование это программирование с эффектами в виде first-class citizen. То есть программирование относительно эффектов как значений. Это может звучать несколько запутанно, но подробно мы остановимся в отдельной части лекции, в отдельной части курса. Где подробно это уже разберем? На самом деле разбирать это примерно 20 минут, поэтому не так тяжело, но просто не так быстро, как можно ложить сюда. И вопрос, является ли в этом отношении Scala языком с поддержкой функционального программирования? Сама по себе Scala при таком определении является лишь так же как Java, C Sharp, Rust и другие языком с поддержкой элементов функционального программирования. То есть те же самые функции, как специальные синтексы для AMD и тому подобное. Но Scala также имеет очень богатый набор механизмов для разработки DSL. И также ориентированно на синхронности также имеют некоторые другие вещи, которые позволили написать библиотеки для Scala, поддерживающие функциональное программирование именно в том определении, в котором оно было исходно в Haskell. Ну, точнее, не в Haskell, а именно в том, который дают его по логетам то есть программирование относительно эффектов. И сейчас в инфраструктуре Scala имеются даже два основных подхода, две основные библиотеки, точнее, наборы библиотек, которые реализуют именно функциональное программирование, как программирование относительно эффектов в Scala. это cats.io, cats.effect и zio. В курсе мы будем снова рассматривать zio. ну, по каким причинам мы уже опять-таки это будет в третьей части курса. Тут пишут, что монада это класс типов с операциями binder return и реализующие три монадических закона. В некотором смысле это верно, но это скорее техническое определение. а не идеологическое. Да, собственно, если язык поддерживает элементы fp, fp поддерживает ли он fp? Вопрос философский это вопрос относительно определения. Если язык поддерживает элементы fp, то что такое поддерживание элементов fp и что такое функциональное программирование. Элементами fp можно назвать опять-таки функции и удобство работы с функциями. а самим fp программирование относительно эффектов. Таким образом ответ на вопрос становится более-менее очевидным. Далее. Scala ориентирована на синхронность. Это довольно-таки большая проблема в той же Java, потому что Java имеет очень большую историю и разрабатывалось еще в большой набор функциональностей, которые есть в Java и в библиотеках Java разрабатывалось еще тогда, когда асинхронность не была чем-то таким необходимым. Когда у вас сначала больше одного ядра было редкостью, затем взаимодействие между ядрами не было таким необходимым, таким нагруженным, но на текущий момент совершенно нормальной ситуацией является, когда у вас на машине больше 10 ядер, эти 10 ядер желательно утилизировать. И Scala исходно разрабатывалась для поддержки асинхронности, а именно упор сделан на неизменяемые структуры данных и на удобство работы с этими неизменяемыми структурами данных, потому что в той же Java вы можете написать неизменяемые структуры данных, но с ними очень неудобно работать. Также имеется эргономика инструментов, направленных на работу с неизменяемыми структурами данных. Самым вопиющим случаем можно вспомнить Spring Data для тех, кто знает Java, где вы просто не можете, Entity не может быть неизменяемой, более того, она в принципе не может работать никак в синхронной среде, где Entity это просто принципиально изменяемый класс, который рассчитан на работу в одном потоке, что очень-то довольно-таки печально. А также есть набор синтаксических конструкций, которые позволяют, в частности, for comprehension, которые позволяют удобно утилизировать синхронные программы. Также теперь можно встретить утверждение, что Reflection это лучшее, что есть Java. В каком-то смысле. Действительно, Reflection во многом ответственен за очень большую часть успеха Java как платформы. Почему? Потому что Java довольно-таки старый язык и при этом не так быстро развивающийся относительно синтаксической конструкции относительно изменения языка. То есть, если вы посмотрите на тот же самый C Sharp, то он за несколько лет прошел огромный путь относительно изменений синтаксиса, что не совсем хорошо сказалось на удобстве использования, потому что на текущий момент времени можно, по-моему, тремя способами указывать, делать в callback и в C Sharp делегаты функций и так далее. Я сейчас уже не могу вспомнить, но некоторые конструкции изменяют другие, при этом уходят в небытие и язык становится более нагруженным. Как это произошло с тем же C++? Java в этом отношении консервативно и вносит в язык только хорошо проверенные конструкции, но при этом изменяется довольно медленно. А то, как мы пишем программы, меняется гораздо быстрее. И если бы возможно, если бы в Java не было бы такого удобного инструмента для метапрограммирования, как Reflection, Java не была бы столь успешна, потому что при помощи Reflection можно производить очень большой набор операций, который исходно в языке не предполагался. который исходно в языке не предполагался. Такие операции, как вся работа в Java с тем же сервизацией в JSON, с их ночью будет помянута Spring Data, та же самая, которую сейчас вспоминают у нас в чате, и многие другие операции, все делается на Reflection. Более того, в принципе, весь Spring как основной и наиболее мощный и наиболее известный фреймворк в Java основан во многом на Reflection, что вызывает довольно много минусов в том числе. И тогда мы переходим к следующему. Reflection это худшее, что есть в Java. И на самом деле это мнение тоже имеет право на существование, потому что Reflection хоть и расширяет некоторым образом и позволяет сносить новые концепции язык, он полностью ломает исходный язык. Потому что в исходно статически типизированный язык программирования Java вы вносите огромное количество во-первых, рантайма, то есть у вас ошибки, большой класс ошибок переходит в момент выполнения и если вы отловили его в юнит-тестах, вам очень повезло, но вы можете отловить такие ошибки, которые по идее должны бы обо них знать компилятор, новые ошибки можете отловить уже на продакшн-системе. Также он вносит довольно большое количество магии. То есть, например, давайте даже из своей практики приведу пример, когда люди, придя на новый проект, вот недавно ко мне пришли за консультацией, люди пришли на новый проект и совершенно не могут понять, а как это вообще работает, потому что это у нас спринговый проект и там все на рефлексии, там совершенно непонятно, вот вы смотрите, как оно работает и вы не можете понять, как, потому что работоспособность текущего кода очень сильно зависит на, неявно зависит от многих других вещей, то есть у вас появляются неявные взаимодействия в коде, которые вы не можете отследить при помощи той же IDE. Вы просто не понимаете, как это вообще происходит, что это за магия. Пока вы не познакомились конкретно с конвенциями конкретной данной версии данной библиотеки, для вас это будет магией. То есть вы, знание самого языка недостаточно для того, чтобы разобраться, как это работает. В этом отношении подход SCAL принципиально другой. В SCAL тоже есть очень мощная система метапрограммирования, которая возможно даже мощнее, чем Reflection, но при этом вся эта система метапрограммирования работает в ComputeTime. То есть у вас да, пишут, в SCAL есть макросы. Макросы, то есть, да, естественно, когда мы говорили о системе программирования в SCAL, о метапрограммировании в SCAL, естественно, вспоминаются макросы. Ну, во-первых, макросы, они, это был очень удачный эксперимент, но он в некотором смысле деприкейтед. И когда мы говорим о статически депозированном метапрограммировании SCAL, мы можем говорить не только о макросах. Во-первых, мы говорим о гораздо более мощной системе типов, которая просто на системе типов и на имплиситах позволяет вам делать тюринг полное вычисление во время эмпиляции. Это позволяет, это не какая-то эзотерика, это позволяет вам добавлять функциональность в существующие классы на основе структуры этих классов. То есть, например, если у нас есть люди, которые из RASTA пришли, в RASTA можно написать натуральные числа по определению сейчас, секундочку. Прошу прощения, я забыл арифметика. Ах, я абсолютно забываю имена. В общем, можно написать натуральные числа на системе типов. В SCAL это тоже можно сделать, но в SCAL можно делать гораздо более мощные вещи. То есть, то, что, например, в RASTA делается при помощи Derive, при помощи библиотеки Shapeless в Java можно делать просто на уровне системы типов, не залезая в макросы. Но да, есть макросы. Макросы, которые работают во время компиляции и которые принципиально отличаются от рефлексии тем, что у вас появляются ошибки, которые вы отлавливаете, они появляются на этапе компиляции, еще даже до прогона юнит-теста, что дает довольно-таки большие преимущества. Более того, это программирование на этапе, метапрограммирование на этапе компиляции дает вам довольно-таки большую мощность, позволяя, например, в той же Java есть Lombok. Lombok это очень полезная, очень хорошая библиотека для Java, но она, это нечто очень тяжелое. Вы не будете писать Lombok сами, заново, с нуля. в той же скале библиотеки уровня Lombok пишутся, ну скажем так, не по несколько раз за день, но по несколько раз за год точно, из тех, которые могут попасться вам на глаза. Скорее всего, в каждой компании, в каждом достаточно большом проекте есть кусочек, который очень напоминает по функциональности, ну, по уровню метапрограммирования напоминает Lombok, при этом он появляется в скайловском проекте ровно потому, что это было легко сделать, это было очень удобно. То есть инструменты метапрограммирования и, во-первых, мощнее, во-вторых, безопаснее, и, в-третьих, гораздо более удобнее для использования. Да, вот пишут, что в Java есть на Alcon, то есть он процессинг, ну, аспект G это не совсем то, но писать на этом, да, мало кто на этом пишет, ровно потому, что это очень тяжело. Да, что пишут, что макросы это еще магия. Абсолютно верно, макросы признаны магией, и от этого от макросов теперь отходят. То есть тоже сейчас стараются писать не на макросах, точнее, стараются ограничить некоторым образом написание такой функциональности. И, соответственно, макросы были очень удачным экспериментом, но сейчас скала идет в сторону, то скала 3.0, например, и в принципе скала текущая, идет в сторону отказа от использования макросов напрямую и использования только хороших паттернов в макросах. А именно появилась такая библиотека, как Магнолия, которая позволяет без использования макросов делать методопрограммирования на этапе компиляции. Собственно говоря, можно то же самое написать на шейплесе, мощнее, но всегда тяжелее. И такой же подход, как в Магнолии, напрямую реализован в языке в скале 3.0, то есть раньше это называлось доте. Это называется Type Class Derivation. Это может быть несколько знакомо с людям, которые знакомы с Rustом, но там Type Class Derivation гораздо более тяжелый, гораздо сложнее в использовании, чем в скале. Ну, по объективным причинам, потому что скалы все-таки это язык программирования более высокоуровневый, гораздо дальше от железа. То есть, да, макросы были хороши, но были слишком мощными, и теперь в скале даже выделяются гораздо более удобные к использованию вещи, которые мы можем даже рассмотреть. Они довольно легкие в использовании, на самом деле, то есть очень удобный подход. Черчень, кодинг, прошу прощения, не понял, что такое. Хорошо, я, наверное, ответил на все, что было в чате. Идем дальше. Дальше вот тут есть несколько про DSL. Скала очень удобно позволяет писать в DSL, и мы даже с этим сегодня познакомимся. Но я бы даже несколько сказал очень холиварную фразу, что Скала позволяет писать DSL гибче, чем LISP. В каком смысле? В том смысле, что Скала позволяет писать DSL, ну, LISP не является статически дипобразированным языком программирования. Скала, являясь статически дипобразированным языком программирования, утилизирует типизацию при написании DSL. И типизация вам помогает при написании DSL. То есть вы можете делать такие вещи, которые, в принципе, невозможны даже в LISP, известном своей мощностью написания DSL. Ровно потому, что Scala и DSL могут утилизировать именно Compute Time информацию о типах. Да, что? Derive Rust реализовать тяжело. Очень тяжело. По сравнению с Scala просто неподъемно. В Scala это гораздо проще делается. Хорошо. Теперь. Как я уже говорил, в Scala можно использовать всю инфраструктуру Java. Но Scala создает свою инфраструктуру, кроме инфраструктуры Java. Почему? Потому что эта инфраструктура Scala позволяет утилизировать фичи Scala, позволяет писать то и так, как невозможно было писать на Java. Поэтому вы получаете, во-первых, всю мощность, всю мощь Mavion Central, а также вы получаете дополнительно Scala в библиотеке. Мы в этом курсе будем рассматривать ACU, ZIO, слегка посмотрим на CAD-CIO, но только шапочное. Также многие другие библиотеки. Но вот это основные такие киты, которые вам могут быть знакомы. И что в данном курсе останется за бортом? За бортом останется Scala.js. Это очень интересный проект. При этом проект уже используемый в продакшене. Я отлично знаю, что он используется в продакшене, потому что я был в нескольких проектах, где он используется в продакшене. Но мы оставим его за бортом, потому что это слишком большая тема, и не факт, что она вам понадобится. Потому что не так уж часто он используется на самом деле. Хоть и используется. Если хотите просто проиграться, сделать в них триплит проект, очень интересная тематика. Scala Native мы тоже оставим за бортом, потому что он скорее мертв, чем жив. Но я лично даже не слышу никогда попыток его коммерческого использования. Spark мы оставим за бортом, потому что это отдельная вселенная, и потребуется, на нормальное рассмотрение Spark потребуется отдельный курс лекций, и этот курс лекций есть у Otus. Вы можете спросить, собственно говоря, по e-mail или на онлайн-помощнике. Вот если там вам могут искать на тему курсов по Spark. Более того, при работе со Spark вам не столь сильно нужна скала, хорошая именно, мощная скала, сколько вам нужно хорошее понимание именно самого Spark. Поэтому тематика сильно отличается. Хорошо, подведем итоги. Одно заодно можете написать вопросы по данному части лекции. Skala — это объектно-ориентированное программирование с двусторонней интеграцией с Java, с элементами функционального программирования, с нацелением на синхронность с очень мощным метапрограммированием в Compute Timer, с гибкой функциональностью для разработки DSLR и с инфраструктурой, позволяющей реализовать асинхронное программирование и функциональное программирование. А также в Skala есть огромное количество других интересных уголков, которые мы не будем рассматривать, такие как Skala.js, Skala.net, Spark и другие. Итак, по вопросам. Дерайф раз тяжелый, да. Тести кожи далеко до нее. Тести это да, то есть это интересная тематика, и более того, в Skala довольно долго боялись, что переход на Skala 3.0 повторит историю третьего питона. Сколько лет, там третий же питон был, да? Когда у нас, когда в питоне сломали совместимость, и фактически сейчас, если вы, допустим, используете какой-нибудь Linux, вы можете обнаружить, что у вас в нем стоит два питона специально, потому что часть приложений работает на одном питоне, часть на другом. То есть это большая проблема, у вас произошло расслоение. Scala очень долго пыталась обойти эту проблему. И на текущий момент, собственно, недавно это вышла новая версия. На какой-то момент времени Scala 2.13, текущая Scala, научилась генерировать тесте, собственно говоря, некоторые промежуточные представления байт-кода, которые… Давайте я подробно расскажу, что такое тесте, которое уже вспомнили в чате. Дело в том, что вы могли слышать, что у Scala есть некоторая проблема с совместимостью. А именно в чем? В том, что библиотеке приходилось компилировать под каждую версию Scala в отдельности. Это было некоторое время проблемой. И сейчас Scala 3.0 решает эту проблему тем, что вносит промежуточные… Но эта проблема абсолютно… К сожалению, это проблема для языка, которая хочет на GVM развиваться достаточно быстро, она непреодолима. Потому что вы вносите некоторые фичи, которые не поддерживаются байт-кодом напрямую, а при этом компилируетесь байт-код. И эту проблему Scala 3.0 решила следующим образом. Она ввела новое представление, промежуточное представление, которое универсально для всех версий… Ну, должно быть универсально для всех версий Scala, но которая более высокоуровневая, чем байт-код, и которая может быть скомпилирована в байт-код позже. Таким образом, все версии Scala могут общаться между собой при помощи вот этого представления теста. Но это решает проблему после уже Scala 3.0. Но как же мы решим проблему третьего питона? То есть решим проблему расслоения инфраструктуры? На текущий момент времени основной версией Scala является Scala 2.13. И довольно давно Scala 2.13 научилась генерировать тести. Более того, Scala 3.0 научилась работать с библиотеками скомпилированных Scala 2.13. Но недавно появилась хорошая новость, о чем я сейчас вам хочу рассказать, что Scala 2.13 научилась работать с тести, с компилированным Scalой 3.0. То есть у вас есть двусторонняя совместимость между двумя версиями Scala 2.13 и 3.0. То есть теперь можно полностью не бояться проблемы третьего питона. В Scala его не будет, у нас уже имеется плавная миграция между библиотеками. Хотя Scala 3.0 вносит довольно-таки существенные изменения. Хорошо. Так, протестер было. В Haskell и Дерайв очень просто. Можем сравнить. Будет интересно. Так, ладно. Это мы пропустим. Совершенно божественная система типов. Scala покоряет именно это. Компилируется по сравнению с Java и берет на себя столь. Это мы просмотрим отдельно. Есть ли преимущества у Scala по сравнению с Kotlin? И к этому перейдем тоже позже. Но основное, что следующее. Вот, собственно говоря, этот вопрос. А, так, секундочку. Давайте сейчас прокоттим чуть позже. Как в Scala делается new type pattern? То есть типа безопасная обертка на... Да-да-да, хороший вопрос. В явном виде он делает... Есть несколько подходов к new type pattern. В явном виде, именно вот как... Как именно new type в чистом виде, он есть в Scala 3.0. В Scala 2.13 есть несколько подходов к new type pattern. Мы можем их рассмотреть в курсе, но суть в следующем. Это либо тегированные типы, ну, некоторым образом тегированные типы, которые есть в библиотеке Shapeless, либо же вы просто делаете непрозрачный... Скажем так, нечто похожее на непрозрачный type aliase. То есть вы делаете type aliase, который во время компиляции неизвестен его адресат, но уже сам компилятор в итоге разрешает этот type aliase в ваш целевой тип. То есть, да, тут указано, что Станислав написал кискласс. Кискласс не совсем кто кискласс, это класс обертка. А new type – это именно создание нового типа без обертки. Отличие на уровне виртуальной машины – это меньше объектов и меньше переходов прыжков по памяти. Когда у вас есть экземпляр одного типа, оно вы считаете его совершенно новым и несовместимым с ходом. Это делается в скале несколькими способами. В явном виде это делается в 3.0, в несколько обходными путями этого можно достичь почти во всех актуальных версиях скала. Мы это рассмотрим уже в курсе. Хорошо. И теперь про Kotlin. Kotlin, вот мы сейчас... Текущая тема, к которой мы переходим – это бета-джава. И Kotlin на этой нише играет ничуть не хуже, чем скала. Потому что Kotlin развивался, на мой взгляд, я не разработчик Kotlin, я не могу это знать, но на мой взгляд, такой субъективный, Kotlin делался именно с прицелом на эту нишу – бета-джава. То есть играть на поле джавы, но быть лучше нее. Тут есть и свои плюсы, и минусы. Плюсом является то, что он очень близок, то есть если люди ищут простенькую бета-джаву, то Kotlin – наиболее логичный вариант. Но свои минусы в том, что он на самом деле от джавы далеко не уходит. И он не создает ни свою экосистему, ни свой подход, ни решает многие проблемы джавы, как таковые. То есть тот факт, что у Kotlin нет нормальной своей снарной библиотеки, и нету своей экосистемы в таком же понимании, как он есть в скале. Это проблема. Проблема в том, что вы фактически делаете небольшое улучшение на джавы и останавливаетесь из-за того, что вы прикованы к джаве, прикованы к ее подходам. То есть если мы решили не уходить как можно, просто немножко улучшить джаву, но не отходить к нее далеко, мы далеко и не уйдем. По сути тут пишут, что Kotlin – это эффектив джава от блоха. Ну, смотрите, в каком-то смысле Rust – это best practice по C++, но Rust – это очень даже не C++, это именно лучшие части. А проблема Kotlin не в том, что он best practice по джаве. Проблема в том, что он и best practice по джаве, и при этом еще и джава. То есть не уходит далеко от нее. Мы могли бы сделать best practice по джаве и получить новый язык, как, например, это сделали best practice по C++ и получили Rust. Но мы этого не сделали. Является ли свист директом Kotlin? Не думаю. Хорошо. Так, давайте проведем вопрос. Прошу прощения, я сейчас показал слайд. Давайте проведем вопрос. Кто считает, что джава абсолютно идеальна и не требует улучшений, ставьте плюс в чат. Кто считает, что в джаве есть много чего уж нужно улучшить, ставьте минус. Ох, сколько минусов от одного человека сразу. Странно. На прошлой лекции были плюсы. Не знаю откуда, честно. Я так и не смог у людей это выпытать. Как же они могут так... Как можно так жить? Действительно, многие люди высказывают обоснованные претензии к джаве. Потому что, знаете же, шутку про Emax, что Emax – это отличная операционная система с очень плохим текстовым редактором. То же самое можно сказать про джаву. Джава – это невероятно хорошая, возможно, лучшая на текущий момент экосистема с так себе языком программирования. То есть я в джаву, например, переходил с C-sharp, и я отлично понимал, что когда я перехожу, что я видел, насколько скуден язык, но насколько лучше экосистема. То есть сразу возникает идея оставить экосистему, но улучшить язык. С разумением джава по объективным причинам не может развиваться быстро. Собственно, во многом сила джавы в том, что она развивается медленно. Поэтому имеет смысл взять свой язык программирования. Какие же проблемы мы хотим решить в джаве? Первое и, возможно, основное – это многословность. Есть даже много подходов к уменьшению многословности, не выходя из джавы, но все они имеют те или иные проблемы. Второе – это мутабельность. В чем проблема мутабельности? В том, что из зава исходно, многие паттерны, которые у нас реализуются в джаве, они из тех времен, когда мутабельность бы не была проблемой. Но как только мы переходим к… В принципе, национальная мутабельность и так является проблемой даже для однопоточного программирования, потому что мутабельность усложняет жизненный цикл объекта и, значит, усложняет понимание. Но при этом при многопоточном программировании мутабельность вам дает еще большое количество минусов. Именно то, что взаимодействие между потоками… Вы не хотите… При взаимодействии между потоками вы не хотите думать о… о том, что такое… доказывать утверждение относительно happens before и прочих вещей. Вы хотите делать как можно проще. Как можно проще в случае многопоточности это и мутабельность структуры данных. То есть вам нужно обеспечить только безопасную публикацию и дальше, если мутабельность и мутабельность, все становится просто и понятно. Также это null. Проблема даже не в том, что null есть в языке. Это не самая большая проблема. Конечно, можно процитировать там… Опять-таки я изобрел стату, прошу прощения, не помню автора, что я добавил null, потому что это было просто, но это была ошибка на миллиарды долларов. Ну, замечательно. Проблема даже не в том, что null есть в языке. Проблема в том, что null появляется везде и всюду. То есть в той же скале, например, null в языке есть. То есть в отличие от Kotlin, там даже он не отдельный союз отдельный. Но его нет идеологически. То есть во всех библиотеках, везде вы можете считать, что null вам не придет. Более того, если вы подключаете стандартный на текущий момент, то есть стандартный де-факто анализатор, статистический анализатор кода, то он вам просто не дает использовать null нигде по умолчанию. Потому что вы можете… В чем проблема с null? Проблема с null не в том, что программисты не умеют его обрабатывать. Программисты умеют обрабатывать null. Проблема в том, что программисты не знают, а в каком месте его нужно обработать. Потому что если у вас все в любом месте, в любом месте, может оказаться null, вы перестаете пытаться все это обработать. И вы не обрабатываете места, которые нужны. Поэтому вот это как раз одна из проблем экосистемы. То есть, например, почему Kotlin'у была так жизненно необходимо внести null в систему типов? Потому что при активном взаимодействии с Java, и с снарной библиотекой Java и так далее, вы постоянно можете получить null. И вы должны себя от этого обезопасить. Почему же в Scala не была эта проблема исходна? Потому что Scala приносит свою снарную библиотеку и свою экосистему. И даже когда вы работаете с Java экосистемой, вы стараетесь сделать просто обертку над ней. И в вашей системе уже null ходить просто так не будут. Вы можете использовать null для взаимодействия с Java, не проблема, но при этом вы можете, если вы не будете ожидать null от библиотеки вашей экосистемы, вы скорее всего их и не получите. Дальше. Безопасность. Про безопасность и синхронность мы остановимся отдельно. Вот у меня уже есть, а мне пора. Да, прошу прощения, я прошлой лекции заняла полтора часа, сегодня я оказался медленнее, я сказался более многословен, поэтому, возможно, мы сократим некоторые консердние части. Видео, наверное, будет, я прошу, чтобы выложили прошлую лекцию, она покороче окажется. Прошу прощения, что из кого-то задержал. Значит, отличный ремарк. Давайте, прежде чем перейдем дальше, я отвечу на вопросы. Так, от Вячеслава Лапина я подпозже. Кто-нибудь с чувства протеста поставил плюс? Мне кажется, что это по золу сердца, я верю людям. Емакс. Ну, хорошо, вы можете стать его отличным редактором, но я расширил ее как его Escape, Meta, Alt, Ctrl, Shift. И у меня не хватает памяти, чтобы запомнить даже простейшие комбинации в нем. Spring Boot Cloud не спасает согласен, именно поэтому мы с вами будем рассматривать альтернативы. В чем проблема? Ну, как сказал, это решается, но я, по-моему, ответил на это. Ну, не нужен. Да, не нужен. Проблема с Java именно в том, что он есть. Party of Functional нет, спасибо. Биллитейк может учить. Да, именно про это я и говорю. Maybe Monaday. Все правильно. Тот же Optional. Проблема в том, что в 8 Java добавили Optional. Проблема в том, что у вас могут быть навыки где угодно. И более того, в 8 Java добавили Optional и в Stream API у вас возникают эксцепшены, если вдруг появился навыки во многих местах. Например, в 2Map или в FindFirst, если у вас First оказывается навыки. второго места могу ошибаться, в 2Map точно будет эксцепшен, если у вас где-то в ключе в значениях есть навыки. И при этом стандартная библиотека в многих местах пишет навыки. То есть, например, в том же, как говорят, Monadamave. Например, вы же знаете, что в... Тех, кто знает слово Monad, вы же знаете, что в Java Optional не является монадой. Он нарушает монадические законы. потому что он по-особенному обрабатывает навыки. Хорошо, появились уже дальше и нюансы. В Partial Function не всегда хорошее решение. Опять-таки, да, для навыки Partial Function не подходит, читайте. Забудьте, вы должны сначала избавиться от навыки, потом работать с Partial Function. В принципе, лучше сначала избавиться от навыки. Это всегда наиболее лучшее решение. Хорошо, давайте рассмотрим подельности. Многословность. Решение многословности в Java появилось множество вещей, такие как Lombok, Wawr, Valvar, но есть и проблемы. А именно, проблема с коллекциями так и не решена, проблема с Pattern Visitor так и не решена, проблема с Pattern Builder так и не решена. Мы сейчас так рассмотрим. Это причем есть гораздо большее количество проблем в Java с многословностью, но давайте рассмотрим на эти. Lombok, давайте перейдем в код sample. Сейчас я включу вам идею и мы сделаем и мы перейдем уже к коду. так, секундочку. Так, видите, идею. нет, секундочку, должно. Так, идею видно? Отлично, спасибо. Ну, насчет Wawr, можно, давайте сейчас, пока она загружается, давайте оставимся отдельно. Так, хотя нет, она уже загрузилась. Давайте сделаем простой класс person. Я на прошлой лекции показывал это в презентации, давайте попробуем сейчас лайткодингом. person. Что нам нужно сделать, чтобы сделать просто класс модели, у которого будет first name, first name, last name, давайте, стринг. Допустим, мало ли, вдруг у нас есть не люди. Хорошо, что нам нужно сделать, чтобы сделать это классом модели? То есть, нам понадобятся getter, конструктор по всем полям, бредиация паттерна builder, toString для отладки и класса хэшкод, но все нам это может дать вам бог, да? Да, кондексация закончена. Visa, естественно. И, соответственно, нам еще понадобится вот здесь вот. Хорошо. То есть, какую проблему это решает в Java? Решает это следующая проблема. Так. Забуду, что у меня там был плагин. Так, вернемся. А, нам сейчас не понадобится. Итак, какую проблему это решает? Если мы сейчас сделаем делом бог, к сожалению, я не могу вам показать, потому что я забыл установить наобок логин, прошу прощения, то мы получим здесь порядка 120 строк кода. То есть, как бы на простейшую функциональность, которую вы должны писать много раз в день, это слишком много. Но проблема даже не в том, в чем проблема использования без ломбока с Java. Не в том, что это много писать, потому что даже по той же IDE вы можете сгенерировать этот класс довольно быстро. У вас IDE позволяет генерировать такие классы на лету. Проблема не в том, чтобы его читать. Проблема в том, что любой код основного позначения не быть написанным, а быть прочитанным. И этот код очень тяжело читать. И более того, поддерживать его еще тяжелее, потому что если вы добавляете новый метод. Да, если вы правый край редактора обрезан. Докуда он обрезан? Не вижу. А, все, норма, все, хорошо. Решение чтения кучи Баггерпейта. Да, проблема в том, что это читать и главное поддерживать, потому что если вы добавите новое поле, вы должны не забыть добавить его и в toString, и в Eclos, и в хэш-код. И более того, вы должны добавить его консистентным образом, потому что если вы добавили его в Eclos, но не добавили в хэш-код, то вы нарушили соглашение этих методов неявное, что вам выльется боком. Более того, отловить это на тестирование очень тяжело. А что вам в данном случае предлагает Java в сравнении с тем же вам боком? Он предлагает Scala по сравнению с тем же он боком. В случае Scala это будет не сильно отличающийся код. Субтитры сделал DimaTorzok он будет довольно-таки знаком с тем, кто знаком с работой с Котлином. И он не сильно отличается. Но отличия появляются в том случае, когда мы хотим его использовать. А именно, давайте напишем какое-нибудь использование его. Попустим, Person. А, тут у нас Scala Person. Потому что мы, к сожалению, создали их в корне. А давайте сначала создадим JavaScript Person. Так. Пожалуйста, прощение, мы придемся рестартовать идею. Спасибо. А разрешены ли скалилисящие запятые? Начиная с какой-то версии, да, в 2013 точно разрешены. Но они разрешены только в случае, если у вас каждая на следующей строчке. То есть так разрешено, но если вы это схопнете в одну строчку, будет не разрешено. Так, вот просто билдер. Person builder. FirstName, допустим, John. Age. 6. Тут есть ошибка. Кто может мне назвать эту ошибку? Кто может мне назвать эту ошибку? То есть идея ошибку не видит, компилятор ошибку не видит. Более того, даже в юнит-тестов вы, скорее всего, эту ошибку не отловите. С очень большой вероятностью. А она тут есть. А, прошу прощения, да, это моя ошибка. Вернемся. Мы недалеко ушли. Где у нас идея? Да, видно теперь должно быть, да? Хорошо, прошу прощения, завтра служили в трансляции. Сейчас должно быть видно. Напишите плюс, если видно. Хорошо, вот у нас мы написали использованный паттерн builder. Person, builder, firstName, age, build. По идее, это корректное использование, но тут есть ошибка. Можете мне назвать, в чем у меня есть ошибка? Хорошо, если вы не можете, давайте, если кто-то сможет, тот замечательно, а кто не сможет, давайте напишем здесь то же самое, но с S-Person. Отлично. Давайте пробуем запихать то же самое. FirstName, age, build. И все. Как видите, идея ошибку здесь теперь видит. Видео хуже, чем было? Да. Идея, мы пропустили поле. При этом сейчас мы видим это поле и проблему, соответственно, в нем. Но если мы пытаемся сделать... То же самое. Но если мы просто уберем это и не будет видно, то мы можем пропустить. Почему? Потому что у нас, на самом деле, есть поля с изучением по умолчанию. Они здесь и здесь, и в Java-версии указаны. Они и в Java-версии и в Java-версии указаны, но проблема в том, что в Java-версии компьютер это не отслеживает. Потому что хоть он дает вам довольно-таки большую функциональность, но Pattern Builder не настолько хороший. И поэтому в Scala Pattern Builder просто не используется. Здесь нету билдера. Все, что здесь есть... Все, что здесь есть, это именованные параметры методов и значения по умолчанию для параметров. Вот и все. То есть никого Pattern Builder нет, и поэтому в Scala он не используется. Потому что Pattern Builder при наличии фабричных методов с именованными параметрами и значениями по умолчанию оказывается не нужен. Не решают ли тесты эту проблему? Очень большой случай, в честь случаев не решают. Потому что если вдруг где-то что-то пропустили, вы не все поля можете протестировать. Можно ли увеличить лист? Да, прошу прощения. Да, вот так вот. Да, и так было бы гораздо лучше, если бы мы не видели как раз Person. Даже не было бы отследить, что не хватает поля. Да, лучшие тесты – это лучшие тесты, которые провел за вас компилятор. Почему, собственно говоря, статически типизированные языки программирования удобнее для больших кодовых баз, чем геномически типизированные? Потому что большая часть тестов написана автоматически. Это тесты на типизацию. Естественно, тесты вам все еще нужны, но вам нужно меньше тестов, чтобы покрыть всю функциональность. Хорошо. На этом мы закончили с паттерном Builder. Но появляется еще один паттерн, а это Visitor. И с ним все становится гораздо сложнее. Допустим, я не буду сейчас припечататься на презентацию, потому что это оказывается проблема. Давайте решим такую задачу. Мы хотим иметь возможность. Настоящая задача встречается очень часто. Вы хотите написать некий дейтери DSL. Причем этот DSL вы хотите написать просто в ваше приложение, потому что у вас есть некоторая бизнес-логика. Эта бизнес-логика описывается некоторым языком бизнес-логики. Это язык, который становится естественно при описании. И вы хотите этот язык выразить в коде. До этого появляется DSL. Давайте посмотрим в простейший случай. Мы хотим написать 1 плюс 2 умноженное на 3. И мы хотим, чтобы его можно было выразить, пока что без синтаксического сахара, просто в простейшем варианте, в структуру. Мы хотим, чтобы мы работали, чтобы сделать такую структуру. Сумма от константы 1. Здесь, соответственно, произведение, product от константы 2 и константа 3. Прошу прощения, я сегодня очень сильно промахнулся с таймингом, поэтому мы пропустим, наверное, часть с синхронным программированием. Хорошо, давайте попробуем сделать это на Java. Интерфейс. Соответственно, мы хотим сделать некоторый экспрессион. Ну, конечно, пишем экспрессион. Допустим, он всегда возвращает инты. Не будем особо умынуть, что делать у кого. Соответственно, будет у нас паблик. Допустим, даже value мы все воскликнем. Паблик класс. А, ну да, к сожалению, это Java, поэтому придется все это вот втыкать внутрь интерфейса, чтобы не делать в разных файлах. Сумма. А, допустим, классанта. Константы. Здесь у нас будет поле. Тоже самое делаем произведение. Сумма. Сумма. Будет два экспрессиона. Yep. И, соответственно, write. Ну, и сейчас это то же самое с произведением. Ну, все бы ничего. Но вы хотите сделать какой-то метод, допустим, который посчитает вам... Который либо сериализует этот... Который выполняет некоторые вычисления. Самый простой вариант – это просто вычислить. На самом деле вам, может быть, потребуется много других вариантов. Поэтому мы используем паттерн Visitor. Это Face Visitor. От результата. У него, соответственно, будет метод... У него будет куча методов. Он const. Он понимает... И, соответственно, мы должны, соответственно, будем сделать метод visit. Ну, в общем, давайте я не буду записывать, у меня времени у нас мало. Суть в том, что это не вылезает не то, что в один экран, а не вылезает в три экрана. Я проверял. Если вы пытаетесь делать и вау еще... Это надолго. Давайте посмотрим, что это будет с Java. Берем, пишем silly trade. Silly trade expression. С Java. введение а теперь давайте напишем метод давайте напишем во первых просто говоря вот это выражение и мы можем просто копировать она уже заработала и давайте напишем метод eval без паттерна визитов но силе трейдами на скале допустим у нас он в инфе читать если у нас константа то это звери если сумма то если это произведение то то же самое с умножением и можем это вызвать у нас в один экран уложилось все это описание собственно говоря java версию не смог даже дописать и если дописать то получается несколько экранов которые невозможно ни читать не использовать ничего с ним делать здесь же описание dsl и использование dsl уложилось 20 строк то есть это показывает насколько сильно отличаются подходы к написанию дсс я например начал ловить себя на в боевых приложениях на том что мы из что мне проще оказывается для некоторых задач не решать задачу в описывая каким-то там бизнес-логиках процедурном стиле описать dsl описывать решение задачи на dsl и отдельно писать интерпретатор dsl и зачитывается во первых мы разносим алгоритмы детали реализации а во вторых задач становится гораздо более читаемого потому что просто описано бизнес логика именно на понятном языке и на том языке как она формулировалась а решили же реализации уже вниз на отделе так дальше смотрим а для тех кто из раста трейд в в джаве это не трейд трейд скале это не трейд расти трейд трейд скале это просто интерфейс ну более-менее а так что такое силит трейд мы рассмотрим на отдельные лекции в данном случае трейд интерфейс силит это фактически возможность сделать вам визитор бесплатно на самом деле это алгебрологические задания алгебрологического типа данных а именно типа суммы которые указываются этот тип сумма состоящий из трех вот этих типов но а для тех кто из java это означает что данный интерфейс нельзя наследовать другом файле вот и все по должен быть умножение да 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 ошибка знаете эту ошибку раздали гораздо легче изменить если это было в джаве хорошо да хорошо давайте тогда перейдем в обратно в презентацию я сейчас переключу так и не забуду powerpoint хорошо так давайте перейдем к сожалению вот например с многословности в коллекции и верхний вариант это джава в них не вариант скала просто мы делаем одно и то же примерно одинаковыми подходами но джава оказывается на две строчки длиннее с кучей приседаний которые в принципе то не нужны и скала старается в таких случаях пропускать ненужные детали так это у нас билдер это мы начали до этому сделали дальше мутабельность как я уже говорил проблема с мутабельностью не то что нельзя создать мутабельность структуры данных прием в том что нет удобных инструментов для работы с ним то есть даже с ломбоком вот в мутабельной структуре данных было a.b.c.d и присвоить в мутабельной структуре данных даже если мы сделали pattern with в ломбоке такая вот не очень читаемая конструкция такая конструкция конечно нет непозволительно для той же скалы поэтому есть называемые линзы оптика монокл библиотека монокл который позволяет вам сводить работу с неизменяемой структуре данных очень похоже на то чтобы было с изменяемой структуре данных ну и собственно коллекции проблема скалы и котлина java и котлина во многом в том что а интерфейс коллекции собственно сама коллекция сама в виде коллекции писала в то время когда мы еще об мутабельности особенно не задумывались и поэтому коллекции все по интерфейсу мутабельно то есть например в том же в том же главе гугл глава были неизменяемые коллекции но они были неизменяемые по это по коду они кидали exception на методы которые пытались их изменить то есть вы не можете в api указать что эта коллекция неизменяемая отсюда появляются защитные копирования особенно как медийно это выглядит когда у вас когда вы метод отдает коллекцию он ее защитно копирует предварительно и потом тот кто принимает эту коллекцию из метода тоже защитную копирует вас появляется две бесполезные копии скале такого нет скале у нас есть указывается изменяемость и неизменяемость коллекции по интерфейсу not now not now если вы если вы пытаетесь будем сокращать к сожалению времени я исчерпал но not now если вы им попробовали пользоваться вы понимаете все это боль если вы не пробовали им пользоваться попробуйте это очень сильно достается и на самом деле он решил пытается решить проблему которая на самом деле должен решать к более когда нужно просто не использовать так что такое безопасность компиратор должен знать все что знает программист то есть когда у вас многие в том же при рифле в рефлекшене многие ошибки переносятся из компьютер тайма в рантайм это как раз проблема с безопасностью программирования на языке то есть компиратор нету информации которая у него нет некой части фаз который когда вы видите небезопасный каст в он такой в коде значит программист пытается каким-то образом инфорсить ту информацию которую он который он обладает и который не обладает компилятор скал идеологически пытается это снимать так асинхронных прошу прощениям придется допустить но проблема то что если вы работали с комплитового фьюча или если допустим вы работали с тем же в расти с тем же коллекциями и пытались сделать несколько вложенных от мапов то вы понимаете чем здесь проблема в том же например в торже шарпе есть линк и понятно если вы хотите делать вложенные файт мэп и гораздо проще кстати в линк интерфейсе в линк синтаксисе но дело в том что для тех кто пришел из шарпа а в джави в скале есть поль обобщения над линк синтаксом для более общего интерфейса который позволяет делать подобные синтаксис для и для синхронного программирования для нового другого окей да к сожалению мы сейчас переходим только к второй части это скаловой так что будем говорить побыстрее первое что такое скаловой скаловой это когда вы уже перешли перекатили вы поняли что что такое бета-джава и вы уже пишите на скале и на бета-джаве допустим но при этом хотите вы хотите более более дематический код только тот код который предполагается на скале чтобы утилизировать ее преимущество и в чем те преимущества здесь первое необычный код должен выглядеть необычно то есть из моей практике например если вы делать ну это почти 60 из маконова совершенный код где неправильный к у него правда неправильный код должен выглядеть неправильно я бы уточнил что необычный код должен выглядеть необычно здесь код должен быть более-менее так перпендикулярно параллельно и покрашено но в том случае если делается что-нибудь необычное необычное например перформанс оптимизации или решение каких-то проблем библиотек или языка это должно выглядеть необычно и только это должно выглядеть необычно например из моей практике я ловился на мысли что некоторые некоторые приложения которые разработал не имели в своей кодовой базе ни одной мутабельной переменной не потому что я и вся моя команда какие-то пуристы а потому что они не понадобились потому что они нужны для перформанс оптимизации которые нам не понадобились и у нас не было ни одной мутабельной переменной ну просто так совпало также например опять таки если брать мою кодовую базу на некоторых приложениях глаз например цепляется за явное указание типов локальных переменных значит это к этому типу надо обратить внимание то что вы пишете всегда у вас вывод типов потому что типа он зачастую не важно вам нужно значение идеологическое значение того что переменная это прижать за именем переменной но в некоторых местах типы указаны а указан он может быть либо для того чтобы вы призываете читателя обратить внимание на этот тип либо у вас сломался тайп в интернет значит там происходит что-то очень сложное дальше концентрируйся на важном то есть в первую очередь не смешивать логику и детали реализации но в частности это df крутящий с dsl вы отдельно выражаете бизнес-логику на деле цели отдельно прописываете реализацию уже для для цели в общем виде но в другом случае при асинхронном программировании если мы будем там функциональное программирование вы как стараетесь запрашивать некоторые требуют три выделять некоторые требования к используемым типом наружу и соответственно вот позволяете вызывающей стороне вас конфигурировать таким образом это позволяет вам откладывать конфигурацию в частности позволяет вам откладывать конфигурацию тредпулов при синхронном программировании ожидайте синхронность а это означает что в любой код который вы пишете вы даже предполагаете что он будет вызван в высоте синхронной среде а это значит не должно быть мутабельных переменных по крайней мере в api торчащих наружу не должно быть мутабельных коллекций не должно быть тредлокалов частности этого наручку почему нет не приживается спринг и в чем проблема спринга спринга спринге появился спринг вебфлакс то есть был раньше спринг вебфлакси потом у нас появился синхронное программирование запрос на синхронное программирование появился спринг вебфлакси тут оказалось очень интересная речь у вас есть спринг вебфлакси то есть синхронность и у вас при этом есть спринг дейта который с аннотацией транзакционного которая синхронность работать не умеет в принципе и например вот у меня были проекты на которых была очень большая проблема с тем что попытка внедрить асинхронность приложения ломалась на том что какая-нибудь entity вызвана из другого потока не в том в котором была создана ломается приложение все становится очень весело особенно когда вы пытаетесь тестировать в одном потоке все 1 поточном помню быть тред пулле что вам полностью теряет ошибки при синхронности тэст становится бесполезным никакой магии поменьше рантайма но это означает что у вас все что может упасть в компьютер тайме никакого рефлекшена. Благо, метапрограммирование в скале позволяет вам делать очень мощные вещи. Возможно, которые нельзя делать и в рефлекшене. Точно, которые нельзя делать и в рефлекшене, потому что он учитывает генерики. И происходит до type ratio. Что может сделать компилятор, должен делать компилятор. Это то же самое про метапрограммирование. В принципе, скалопрограммисты становятся довольно-таки ленивыми людьми, по моей практике. То есть они пытаются не делать, позволят в абсолют don't repeat yourself. Драй принцип. В том смысле, что если вы можете потребовать реализацию какой-то вещи у компилятора, требуйте ее. Более того, зачастую программисты, пришедшие, допустим, если нужно написать 10-20 строчек кода, они уже начинают искать, а есть ли у нас... Этот код каким-то образом выводит, очевиден из структуры классов, то есть ищут, собственно говоря, type class derivation. То есть нельзя ли это как-нибудь вывести в общем виде? И оказывается, что во многих случаях можно. По крайней мере, очень многие библиотеки сейчас предоставляют такую вещь, как type class derivation, то есть вывод функциональности, исходя из структуры класса. Функциональности, к сожалению, коллеги, прошу прощения, я накосячил с временем, у нас уже в 5 минутах закончилась лекция, так что давайте пройдемся коротко по функциональному программированию. Функциональное программирование это нечто, куда вы пройдете уже после... Вопрос, зачем вам понадобится функциональное программирование? Функциональное программирование само по себе. Ну, джависты жили без него и жили, и все в порядке. Именно, который функциональности программирование без относительно эффектов. В принципе, да, каждый раз, когда вы слушаете лекцию про функциональное программирование, вам рассказывают про то, что оно улучшает рефакторинг, оно улучшает читаемость кода, оно улучшает локальность кода и так далее. И все, это правда. но это не нас не тоже ради чего вы сейчас возьмете сорвете будете переписывать свою кодовую базу на самом деле функционерами проверения есть прогреть прагматичная причина используется когда вас появляется синхронность то есть опять-таки реактив манифеста потоковая обработка данных стриминга когда вас активно приходится использовать асинхронность когда вас возникает синхронность вы сталкиваетесь большим количеством проблем и одна из самых больших проблем которые сталкиваетесь этот стек трейса то есть это вот из моей практики когда мы приводили большое присинхронное приложение на синхронность самая большая проблема была с тем что не было стек трейсов были пришли exception но они были совершенно бесполезны потому что если вы повесили на callback какой-то этот метод и в нем появился exception вы не увидите весь путь в этом отношении библиотеки zio и с недавних пор по моему недели две как назад или даже одну неделю назад к с эффект внедрили себе трейсинг асинхронный трейсинг и соответственно теперь если вы вдруг захотели использовать синхронное программирование и хотите делать это более-менее удобно для себя от вам придется использовать функционально программирование просто только функционально проверить дает вам удобный инструментарий для синхронного программирования функционально для этом огромное количество другого удобного инструмента не трогаться же не успеваю себе рассмотреть я надеюсь выложатся предыдущей версии лекции прошу опасения мой косяк со временем но соответственно именно с целью point самое такое важное это стек трейсинг и как вывод я бы хотел сделать что что скала в некотором смысле последний пункт который у нас был что меньше это значит лучше давайте перемотаем на что мы хотели сделать что мы смотрели что скалу можно проверить как в это джаву что есть можно смотреть как скалу вей как некоторую диаметическую скалу которая делает ваш код еще более читаемым еще более легко поддерживаемым далее мы к сожалению бегло перешли функционально программирование и тому чем она может лично вам прагматично помочь и сейчас функционально программирование помогает тулингом и главная нюанс этого тулинга это синхронные тракторейсы и главный который вывод чтобы хотел вам сделать это то что скалу позволяет написать меньше кода но меньше кода не в том смысле что она позволяет вам писать в онлайнер а в том смысле что она позволяет вам выделить важное и не задумываться и от отложить и перевожить неважное второстепенно на кого-то другого то есть она позволяет на бизнес-логике. Спасибо, у нас, к сожалению, кончилось время. Так, у нас, к сожалению, кончилось время, но на данный вопрос я, конечно, с вами отвечу. Я могу готовиться до последнего вопроса. Просто лекция закончилась и переходим к после лекционного времени к вопросам. Пока есть вопросы, я буду отвечать. Так, первое. Спринт-дата R2 DPC уже для этого делают. Она вроде как асинхронная, бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, если коротко, ответ. В скале существует огромное... Во-первых, в джале существует как минимум одна нормальная библиотека для работы с базовыми данных, и это не Spring Data, а это джук, Java Object Oriented Query, который уже позволяет вам делать все то, что, по идее, которое не имеет никаких проблем, которые были у Spring Data. Но более того, в скале таких библиотек множество. И на текущий момент есть две основные, которые вот самые такие интересные для вас. Это Sleek, как очень такая зрелая библиотека, которая позволяет вам писать на DSL запросы к базе, причем очень удобно видим, и именно библиотеку Sleek в основном будем рассматривать. Также есть библиотека Dube, которая позволяет вам быть несколько ближе к SQL, чем Sleek, но при этом все еще будет довольно безопасно. И при этом эти библиотеки, и вообще почти все библиотеки, которые есть в скале, для работы с два данных, то есть Skalad GDC, Queryl и другие, они решают проблему, в том числе, которая есть у джука. А именно при помощи type-класса, при помощи более мощной системы типов, более мощной API, они позволяют легко внедрять новые типы в SQL. То есть, допустим, в той же джуке, чтобы добавить новый тип в SQL, вам приходится очень сильно заморачиваться с конфигом, очень непрозрачно, это будет очень криво, на самом деле, очень неудобно как-то делается. В случае же с любым другим, как в той же Sleek, например, добавление нового типа делается просто по чучку пальца. Преимущество Skalad над другими языками сейчас играет такой самый большой недостаток. Обычно говорят про порог вхождения. Я не согласен. Я не согласен, но я считаю, что порог вхождения в Skalad довольно-таки низок. Ну, для меня, по крайней мере, вот я из моей практики, не из моей личной практики, а из людей, которые при мне изучали Skalad, проблем у них не возникало особо. Главное, чтобы было кому подсказать, главное было, чтобы было кому обратиться с вопросом. Потому что, на самом деле, выучить… Во-первых, Skalad довольно-таки маленький синтаксис, компактный. А во-вторых, Skalad для любого языка выучить синтаксис и научиться писать на языке – это совершенно разные вещи. И когда говорят, что язык имеет простой синтаксис, во-первых, Skalad тоже имеет простой синтаксис. А во-вторых, выучить синтаксис еще не научиться писать на языке. То есть, например, в тот же Lisp, если вы выучили синтаксис, это никак вам не поможет писать на языке вообще, потому что вам будет выучить огромное количество всего другого. В современной, если посмотреть тот же JavaScript, то, то, как, если вы пытаетесь написать, просто прочитать скрипт, прочитать синтаксис ECMAScript, если вы начнете писать на нем, то просто специалисты по JavaScript покрутят пальцем в лиска, потому что так писать, как просто, например, те же for each, а точнее for по пропертям, это нечто странное, такое никогда не делаешь, называется, и так далее. То есть, выучить язык и понять идеологию написания на языке – это совершенно разные вещи. Поэтому я не считаю, что Skalad имеет такой уж большой порог входа. На мой взгляд, самая большая проблема Skalad это в том, что после того, как вы научитесь писать на Skalad, вам будет больно писать на Java. Вот реально почти физически больно. Вот мне так. Потому что вам хочется использовать инструменты, которые были у вас в Skalad, вы пытаетесь использовать их в Java и понимаете, насколько же это больно, насколько это тяжело, насколько это не приходится бороться с языком. Это просто самое большое для меня. Ко рутины лучше? Я бы поспорил. Если мы перейдем к ZIO, к функциональному программированию, к синхронному программированию, я готов, вот лично с вами, я готов даже подискутировать на демо корутины, какие у них проблемы у них. На мой взгляд, именно ZIO, во-первых, ZIO позволяет им делать все, что вы делали с корутинами, а во-вторых, он позволяет им делать многое другое и в безмутабельности, гораздо более понятном и гораздо меньше количества магии. Но я вот готов лично с вами подискутировать про корутины, мне будет интересно. как соотносится Dota и Scala 3? А Dota это экспериментальный проект, который превратился в Scala 3. То есть Dota это, во-первых, имя во время разработки, а во-вторых, это, собственно говоря, сам процесс разработки. То есть Dota сейчас уже язык программирования, который они сейчас дорабатывают, который уже в бета-версии, уже не называется Dota, он уже называется Scala 3.0. В чем преимущество асинхронность Scala перед корутинами в Kotlin? Я уже сказал, что это довольно тяжелый вопрос. На самом деле корутин и в Kotlin они содержат довольно большое количество магии, на мой взгляд. Но это рассматривать надо долго. То есть асинхронность в как реализовано асинхронность в Scala сама по себе, именно в Scala сама по себе, она не, это фактически комплитовый фьючер. То есть это просто фьючер. Оно простое, понятное, но не очень мощное. То есть оно, на мой взгляд, проще и понятнее, чем корутин в Kotlin, но оно не настолько удобно и синтаксически, как корутин в Kotlin. Но, с другой стороны, если мы подключаем бетрофункциональное программирование, то любая бетрофункциональное программирование на Scala, их там две, заткнет за поиск корутин в Kotlin очень надежно. Так, тебя само перестанут джависты понимать по мере продвижения Scala. Это главница для Scala. На самом деле джавистам очень легко объяснить. Если вы просто начнете с герзгайз с джавистами, вдруг вы увидите, что джавист вас не понимает. Им очень легко раз объяснить. Более того, многие джависты очень с удовольствием в этом слушают. Правда, вы можете сделать им медвежью услугу, потому что им после этого будет больно писать на джаве почти так же, как вам. Скала 3.0 когда выйдет? Скоро. Уже есть бета-версии, уже все библиотеки основные компилируются под Скала 3. Уже, по-моему, даже акка, наверное, компилируется под Скала 3. Более того, вы уже сами можете писать на Скала 3. Но она пока что в бете, и надо посмотреть roadmap. Они, конечно, несколько раз уже сдвигали, но, скажем так, сейчас состояние очень близкое к завершению. Ну, по крайней мере, это верится, что они смогут в обозримом будущем завершить, потому что пару лет назад это была некоторая такая голубая мечта Скалистов. Сейчас это проект, который движется к своему, я очевидным образом движется к своему завершению. Когда допишут спеку? На самом деле, я подозреваю, что спеку будут писать уже по факту. То есть, Скала Лонгер Спецификация не напишет просто по факту того, что у них написано в коде. Ну, потому что обычно не так это делают, на самом деле. По последней версии конец этого года. А, ну вот, да, Вячеслав Лапин ответил на вопрос. Зилу и Кэтс Эффект это не фьючер. Да, это совсем не фьючер. Более того, они лишены многих недостатков фьючер. И, ну, гораздо мощнее фьючер. Более того, это принципиально другая модель. даже если мы рассматриваем Зилу и Кэтс Эффект и Кэтс Эффект только с точки зрения синхронности, то совершенно другая модель синхронности. На самом деле, в этом отношении вам может, если вы знакомы с Растом, вам может быть знаком Зилу в этом отношении гораздо ближе к Растовскому фьючеру, чем к Скаловому фьючеру или к Джаловому комплитабу фьючеру или к C++, к C-шарпному, блин, я забыл, как называется там, аналогичный. Таск, кажется, называют, к C-шарпному таску. Потому что в Джаве, в Скале фьючера, в C-шарпе таск это пуш модель асинхронности, а в Расте это пул модель. И Зилу фьючера это тоже айомонада, именно айомонада, она ближе к пул модели. Хотя, конечно, не совпадает с ней, она несколько мощнее. Файбер ближе к корутинам. Ну да, собственно говоря, файбер ближе к корутинам, но новинцы мощнее. Очень хотелось бы в конце курса есть какой-нибудь другой момент сделать какой-нибудь код для опенсорса, чтобы можно было его показывать. Хорошая идея, хорошая идея. Я могу вам подсказать, если вы захотите зарегатрибить в Зилу, я могу вам подсказать парочку низковизящих фруктов. Это не проблема, но это вне курса, я думаю, все-таки. Просто если вы можете обратиться лично ко мне, я расскажу вам парочку низковизящих фруктов в Зилу. Или если вам будет интересно, если вы не имеете опыта общения с контактами, с библиотеками, я могу несколько проконсультировать в этом отношении. Потому что на самом деле там все очень демократично, люди, в большинстве библиотек, люди будут рады вашему вкладу, даже если его придется дорабатывать. и в большинстве 500 библиотек любой вклад очень хорошо приветствуется и очень благожелательно приветствуется даже вклад от человека, который делает это всего в первый раз. На самом деле, даже особенно от такого человека. Потому что это двойной вклад. Во-первых, люди видят помощь, а во-вторых, они видят интересы библиотеки. То есть, из моего опыта никогда не было такого, чтобы какого-то человека хоть как-то негативно высказали, даже если у вас есть какие-то в ходе проблемы. А как вы перешли на скалу, заказчик захотели или вы убедили заказчика ремонтировать проект на скале? Я нашел такого заказчика, такие заказчики есть. Но, к сожалению, на текущий момент времени я иногда пишу на джаве, иногда на скале. А зависит от проекта. То есть, например, вот предыдущий проект это вот где-то год была скала. До этого была джава, тоже около года. До этого был год скалы, то есть, чередуются. Ну, как получается? На самом деле, на текущий момент времени гораздо больше скала заказчиков в России, чем было хотя бы три года назад. Сейчас есть стабильный спрос. А вот предложение проблема. Развитие спроса, развитие проектов на скале, увеличение количества, основной тормоз увеличения количества проектов на скале, это именно малое количество программистов. То есть, заказчики боятся брать новые проекты, потому что они понимают, что они могут не найти себе разработчиков, если проект разрастется. Как лучше набивать руку, чтобы писать Skyway или отвечать себе писать написание в стиле JavaWay? Ну, во-первых, интересный вопрос. В серии код-ревью. То есть, из моего опыта это код-ревью, либо просто забыть все, что вы писали на Java и начать писать на скале принципиально с нуля, то есть, просто забыть все, что вы делали. Если же при этом вам нужно срочно писать код, то это код-ревью. То есть, вы просто берете человек, который умеет писать на Skyway, умеет писать идеологический код и идете к нему. Если у вас такого человека нет, идите в Open Source. То есть, во-первых, вы можете найти такого человека, потому что, банально, те же самые курсы, это очевидно, у вас будут такие люди. То есть, во-первых, это лекторы, во-вторых, это лекторы, а во-вторых, это те, кто проверяет домашнее задание. Ну, и в-третьих, это просто, ну, другие участники курса. Но, в основном, это лекторы, те, которые проверяют домашнее задание. Всегда можно найти компанию, в которой уже есть сильные Skyway-разработчики. Ну, там нужно понимать, что эти люди должны действительно быть хорошими Skyway-разработчиками, а не просто опытными джавистами, перешедшими на Skyway. Ну, или, если вы не можете найти себе проект, и при этом курсов вам недостаточно, то вы можете пойти в Open Source, именно в функциональное программирование Open Source, в ту же библиотеку Zio, там очень рады контрибьюторам. Хотя, на счет Кэтс просто не знаю, не проверял. Верю, что, скорее всего, тоже очень рады контрибьюторам, но Zio точно рады. И вам просто помогут писать там в идеоматическом стиле. Просто банально вам full request не примут в идеоматическом стиле. То есть все. Вообще, надо писать, написать побольше кода, читать, и главное, читать побольше кода. Спарк-код на все другое, естественно, проще. Ну, смотрите, есть неприятная и неправильная, на мой взгляд, позиция, вот очень неправильная позиция, у некоторых Enterprise Scala разработчиков, от того, что на Спарке люди просто не умеют писать на Скале. Это неправильная позиция. Правильная позиция, что Спарк концентрируется на другом. Поэтому, если вы хотите писать Enterprise Scala, именно Скала, которая должна быть для больших процесс-парк, это зачастую маленькие кодовые базы. Это зачастую скрипт, который должен быть запущен один раз и может быть не запущен ни разу больше. И даже если он должен быть запущен много раз, допустим, перед некоторой периодичностью на обновленных данных, он будет маленький и его не проблема поддержать, как бы он ни был написан. А Enterprise Scala это когда у вас есть тысячи и тысячи строк кода на Скале, больше всего вы даже еще не успели прочитать ни разу. Даже свой код вы уже успели забыть, и вам нужно очень быстро разбираться с кодом, вам нужно очень быстро его читать. В таком отношении в этом случае очень важна идеология, культура написания кода. Поэтому Spring, Spark просто на другом фокусируется. я неправильно писал на Spring. Со Spring проблема. Я видел в Scala проект, который писали на Spring. Им больно, потому что Spring это больно. Что поделать? Как вы думаете, переход на Scala 3 будет таким же болезненным, как переход на Python 3? Я посвятил довольно-таки много времени, я вспомню, объяснение того, почему это не так. Потому что Scala 3 сейчас двусторонне совместима со Scala 2.13. То есть там есть двусторонняя совместимость. Не просто односторонняя направленно, они озаботились о том, чтобы Scala 2.13 могла взаимодействовать с билетеками откомпилированными под Scala 3.0. То есть это уже полностью решает проблемы Python 3. То есть в принципе избегание проблемы Python 3 было одной из основных целей, поставленных перед Dottie, перед Scala 3.0. И на текущий момент это скорее очень похоже, что они полностью решили эту проблему. Что делает человек, который работает на жаском проекте, но хочет однажды перейти на Scala, но коллеги против? Есть два варианта. Есть два варианта. Реалистичный и нереалистичный. Нереалистичный. Убедить коллег. Реалистичный. Найти другой проект. Да, это неприятно слышать, но, к сожалению, это из моей практики. Я пытался убедить коллег. Найти другой проект оказалось проще. Так что вам лучший вариант это изучить скалу, понять идеологию, понять, чем скала для вас и для проекта была бы лучше, чем Java. И, соответственно, в любом случае упражнение убедить проект перейти на скалу это хорошее упражнение. То есть, допустим, если вы пишете микросервисы, это реактив манифесты, если скавка, это альпака и так далее. Если какая-то синхронность, вы показываете, что спринг это боль, но это упражнение может не удастся. В любом случае оно будет полезным для вас как практика. Но, скорее всего, вам потребуется пойти просто новый проект. Печально, но факт. Хорошо, вопросы, кажется, кончились. Я сорвал время уже на полчаса. Всем спасибо за внимание. Если что, приходите общаться. К сожалению, у вас нет доступа к слаг-каналу. Так-то в нормальном случае уже обучении, в случае уже курсов общение можно не прерывать после окончания лекции, а просто переходить в слаг-канал, где сообщение будет непрерывным, когда у людей есть время. То есть, и не только с одним лектором. Если я в слаг-канале, меня добавили в какой-то слаг-канал, я там должен быть. Я просто еще не пробовал там вообще общаться, что называется. Под ником Саймон должен быть там. Хорошо, всем спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!